Дайте слово! Добрый день, коллеги! Первый вопрос был назначение или избрание нового главы администрации города Кирова. Сегодня им стал решением 27 депутатов за, 6 воздержались и 1 против. Им стал Дмитрий Осипов, который до этого сначала исполнял обязанности заместителя главы администрации города, потом заместитель главы администрации города Кирова. И на сегодняшний день с так называемой третьей попытки, потому что до этого было 2 неудачные попытки созыва комиссии по избранию и по назначению главы администрации города Кирова, и сегодня с третьей попытки уже на заседании Думы Дмитрия Осипова утвердили. Вот хотелось бы пообщаться с вами, коллеги-представители всех политических партий, которые действуют в нашем городе, о новом главе администрации города, о формате его назначения или избрания, о предложениях. Я знаю, что у разных политических партий есть свои предложения по поводу так называемых выборов главы администрации, о том, что действительно можно проводить всеобщее голосование. Звучат такие предложения, хотелось бы от вас лично о них услышать. И мне кажется, что важно будет обсудить те заявления, те свои будущие шаги, которые сделал наш новый руководитель главы администрации Дмитрий Осипов. Сегодня немало слов прозвучало, Дума была достаточно насыщенная, поэтому, я думаю, есть сегодня что обсудить. Поэтому давайте начнем с дам. Уважаемая Татьяна Веселова, руководитель фракции ЛДПР. Как вы относитесь к сегодняшнему назначению Дмитрия Осипова? Я знаю, что от ЛДПР точно есть предложения и были предложения о том, чтобы проводить эти выборы всеобщее, чтобы все граждане города Кирова голосовали за эту должность. Что вы скажете о заявлении Дмитрия Осипова на сегодняшней пленарке? Да, действительно, фракции ЛДПР, депутаты городской думы и законодательного собрания всегда выступают за прямые выборы. И причем не просто прямые выборы, а убрать двоевластия. То есть мэр должен быть один, избран жителями, и, соответственно, ответственности у этого избранного мэра будет намного больше. То есть вместе с полномочиями он возьмет на себя большую ответственность. Ну, что касаемо тех реалиях, в которых мы находимся сейчас, и избирается глава администрации депутатами, то наша фракция решила поддержать Дмитрия Валерьевича, из основания чего? Что сейчас в нынешнем законодательстве куда хуже не иметь вообще мэра, чем иметь хотя бы какую-либо кандидатуру. То есть Дмитрий Валерьевич, он хотя бы уже трудится в администрации, ему не потребуется время на раскачку, и результаты мы уже с него можем спросить в следующем месяце. Что же касается его выступления на сегодняшней думе, мне, честно говоря, не хватило количественных показателей. То есть все мы знаем, что мы хотим жить хорошо, знаем часть проблем города Кирова. Но они прозвучали, это было отродно услышать, но не было понимания, а сколько будет сокращение должностей, то есть сколько будет экономия бюджетных средств, например, сколько будет построено социальных учреждений, какие дороги в перспективе будут ремонтироваться те, которые ждут жители. Вот этой точечной проблематики не было озвучено, но мое было предложение все-таки ее озвучить, надеюсь, мы в следующем месяце услышим конкретный план действий. Также Дмитрий Валерьевич признался, что сложит полномочия сам лично из себя, как с главой администрации, если эти показатели не будут достигнуты. Мы, наша фракция, будем за этим смотреть, за его показателями. План, понятно, что будет в план предложены наши какие-то пункты, и мы будем это контролировать. На встрече личной уже с Дмитрием Валерьевичем мы передали часть пожеланий жителей города Кирова, но это, конечно же, касается и ливневой канализации, которая уже была озвучена в плане нынешнего уже главы администрации. Это и состояние дел в организации детского питания, в школах, в детских садах, и, в общем, о городском строительстве. Вот та городская среда, которая есть сейчас, она не устраивает наших жителей, и очень надеемся, что будут изменения. Изменения, я предполагаю, должны начинаться с кадров. Если будет изменена кадровая политика в городе, в том числе путем сокращения части должностей, я думаю, что и у нынешнего главы может что-то получиться. Татьяна, я правильно понимаю, что ЛДПР в данной ситуации ставит главу администрации на партийный контроль? Контроль с нашей стороны обязательно будет, особенно тех пожеланий, которые будут переданы нами. То есть от жителей уже поступают конкретные предложения, обращения, обязательно мы их передадим и на будущей встрече до представления основного плана работы главы администрации. Добавлю, что должность – это все равно не политическая. Глава администрации – это некий хозяйственник, это, можно сказать, управдом, который не нужно здесь делить на партии, а нужно все-таки работать на благо кировчан. Поэтому наша фракция и все фракции, я думаю, будут смотреть за исполнением плана, обещанного нашим главой администрации. Я внимательно следил за заседанием Кировской городской думы, благо интернет-трансляция это позволяет делать, потому что в свете последних событий сейчас ни на одном политическом мероприятии особо не присутствуешь. Но тем не менее, я слышал, что вы сделали такое интересное предложение, и оно звучит не только в нашем регионе, оно, оказывается, есть и в других субъектах, что обещания либо главы региона, либо главы администрации потенциально можно включать в проект бюджета в качестве отдельного пункта, отдельной строки, и избиратели, и депутаты, и все заинтересованные лица могут за этими обещаниями и за ходом их реализации внимательно следить. Вот это предложение, оно у вас в силе? Да, спасибо, что вы заметили это предложение. Надеюсь, его и заметят сотрудники администрации. Это не первый раз предложение звучит в Думе моё. Действительно, есть опыт других городов. Когда принимается бюджет, я сравниваю наши бюджеты с бюджетом других городов и вижу ни в одном городе, в нескольких городах, такой пункт. То есть в бюджете заложены те направления, куда будут перерасходоваться в первую очередь средства, которые сэкономлены, либо которые не израсходованы. У нас сейчас очень часто получается, что сэкономленные средства сам ГРБС, департамент, он расходует по своему усмотрению. И иногда это даже депутаты не видят. То есть бюджет настолько завуалирован, что невозможно это проследить, если там, можно сказать, не работать. Поэтому есть такое предложение. Надеюсь, оно услышано будет. Я тоже это на контроль свой возьму. И постараюсь еще раз, если они его не будут рассматривать, вынесу уже на бумажном виде. Ну, в этой ситуации хочу с хорошей точки зрения пожелать вам такую фразу, флаг вам в руки, потому что вы все-таки депутаты, вы ответственны и за принятие бюджета городского, и за его соблюдение. Поэтому в этой ситуации вы можете полностью проконтролировать выполнение и реализацию бюджета главой администрации города Кирова. Владимир Журавлев, представитель фракции, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Кировской городской думе, задаю те же самые вопросы, что и Татьяне Веселовой. Как вы относитесь к назначению Дмитрия Осипова, главой администрации? Какие предпосылки для этого назначения возникали? Как голосовала ваша фракция? Если это не секрет, у нас там было тайное голосование. Секретов нет. А, не Татьяне, как было голосование, да? Тогда тем более. Как голосовала фракция «Справедливая Россия»? И что вы бы могли предложить в качестве вот этой модели? Я тоже знаю, что и вместе с ЛДПР, и «Справедливая Россия» сделала такое предложение, что делать выборы главы администрации всеобщими. Ведь у нас впереди новая избирательная кампания в городскую думу через два года, если я не ошибаюсь. Поэтому такие предложения за эти два года можно уже предметно как-то сформулировать, и даже озвучивать, и даже реализовывать. Но это мое предположение. Нет, совершенно верно. В принципе, я знаю, что все оппозиционные партии, и те люди, по крайней мере, которые активны, из «Единой России», в том числе тогда, когда мы ставили вопрос, помните, на одной думе, да? Даже Ирина Васильевского, да в принципе, я тоже поддерживаю. Юрий Войшников, он также поддержал это. Что выборы должны быть прямые. Потому что если ты ценишь выбор своих избирателей, дорожишь этим. И отвечаю, что в принципе, ну пусть выбирают люди, что такого плохого. Выбираем же губернатора президента. Боимся ошибиться. Я считаю, что наоборот, на уровне муниципалитета люди знают друг друга, и поэтому уже случайно совсем люди не проскочат. А если там есть какие-то отклонения, но, извините меня, в итоге у нас источником власти всей в стране является народ. Дайте ему возможность ошибаться и так далее. Тем более сама власть по сегодняшней модели, когда представляет губернатор эту конъюнитуру, был у нас и Дмитрий Драный в мою бытность, и Перескоков Александр Викторович, и такой последний кадр Шугин Илья Вячеславович. Точно их нельзя назвать правильными, и какими-то там ошибок было полно. Мало того, там не только ошибки были. У Перескокова, там сейчас, при его, он подписал несколько вариантов, которые сейчас по господину Быкову проходят как эпизод. И не знаю, там будет он к этому подключен или нет, но мое мнение, что он там не бедная овечка, которая ничего не знала и не понимала. Что касается углу администрации, во-первых, оппозиции все есть спасибо, потому что, вы знаете, это той нашей позиции, это поменяло вообще конфигурацию политики отношения. Вы в курсе, что вот из нововведений? До этого у нас высшие как бы региональные чины, там, ну, губернаторы, председатели, председатели, не были на заседаниях, думаю. Мы высказали, губернатор нас принял после того заседания, проговорил. Мы скончили, что у них это до просто элементарного внимания. Мы не можем до вас достучаться. Мы некоторые вопросы, задав вопрос там, я думаю, что мы внесем в такую повестку, вопрос губернатору или вопрос председателю, в пользу с тем, что они будут присутствовать. Мы напрямую можем получить какой-то ответ. Мало того, какие-то здравые мысли, которые он, может быть, и не против, эти люди, да, но они не слышат, а то и обратной связи нет напрямую, да. Можно даже в повестку включать такой вонт, как вопрос губернатора. Мы как раз... Пожалуйста, любой депутат может высказать свое предложение или свой вопрос. Это очень важно, да, такая синхронизация вот этих процессов политических, чтобы мы могли бы быстрее это все делать, да. Почему мы первый раз как бы воздержались, мы не были ни против, там, ни ЛДПР, ни... В данном случае, конечно, это и не поддержка, но мы считали, что, ну, вот, должна же быть оппозиция, да. Вот даже если будет идеальный представитель кандидат, все равно сдержанность она должна быть, потому что это заставляет людей, ну, немножечко, как бы, более досконально... Смотрите, на прошлом заседании была невнятная программа, сегодня была внятная по пунктам, по этому, по этому. Мало того, Дмитрий Валерьевич даже встретился с некоторыми оппозиционерами, и там некоторые вопросы вот этой программы просто проговорил, что еще добавить, что бы хотелось там. Учли, что у нас не должно быть там, что у нас все хорошо, все нормально, а что это делать-то? То есть однозначно сегодня критичность, она прозвучала. Был другой настрой. Потому что он представитель правительства, Александр Анатольевич, он его представил, в принципе, это его все, он ведь не скрывает, что это его кандидатура, да, и креатура. Мы теперь знаем, кто персонально отвечает за Дмитрия Валерьевича, за его работу. То есть мы можем спрашивать. Плюс очень важный аспект, в моем понимании, не Дмитрий Валерьевич, ну, не Александр Анатольевич, они не являются такими рьяными членами Единой России, они там наверняка входят в полицоветы и все остальное, но они говорят, что, ребят, мы так-то хозяйственники. Александр Анатольевич, он директор завода, Дмитрий Валерьевич, работал для Тавтодория. То есть этот опыт очень важен, не политизировать о том, что сказала коллега, да, а именно в интересах города и развития. А спор, дискуссия, она необходима, я считаю, как глава фракции. И вот у нас в этот раз разделились голоса, то есть единственная фракция, у нас нет такой жесткой по важным вопросам фракционной дисциплины. У нас половина поддержала и аргументировали свою позицию, да, а половина не поддержала, аргументируя, говоря, ну, понимая, что в этот раз совершенно был другой интенсив. Если в прошлый раз никто ничего у нас не спрашивал, кто будет, как голосовать, тут в этот раз все забегали, зашевелились, понимая, что, сушь, так просто не прокатит, политикой нужно заниматься, она просто так не смазав, она не поедет. И были колоссальные проведены там выборы и работа. Ну, сразу хочу покритиковать Коева Николая Петровича, мистера внутренней политики, да, это как раз зам небезызвестного Плитко, который сорвал первое. И которому сегодня вы задали вопрос. Я специально, мало того, я даже не стал, как бы, условно говоря, углубляться в эту тематику, но всем понятно, что человек, он просто, ну, считает нас за идиотов или за дорогов, говорит, из-за ситуации в коронавирус. Ага, наверное, Плитко у вас тоже самое, да, коронавирусом занимался и взял деньги на борьбу с коронавирусом, да, так образно говоря. Я считаю, что политики, ну, Николай Петрович, мое мнение, не должен работать в правительстве области, это по определению, он не отвечает требованиям. Он в этот раз вел себя, как слон в посудной лавке, с кем он только не говорил. Я знаю, что там, и с некоторыми членами оппозиции, как говорил, что, слушайте, а вам там государство платит деньги, это не себя ли он возомнил государством? Так-то государство придумало такую систему, как оппозиционности. То есть мы даже видим... И парламентским партиям выплачивают деньги из бюджета за приведенные голоса на выборы. Конечно. Ему бы самому изучить закон вообще о выборах, о голосовании, о статусе депутатов, его некоторые вот слова и фразы, вот мы смотрели, ну, можно же даже в прокуратуру обжаловать, потому что он ведет себя, мягко говоря, некорректно, как слон в посудной лавке. И, соответственно, мы сейчас прорабатываем вопрос обращаться, не обращаться. Но я считаю, власти, если ты не оппозиционируешь, не сопротивляешься, как в жизни, на улице, если ты допускаешь, что тебя хулиганы бьют, а ты ничего даже хотя бы сказать не можешь, то они тебя будут бить бесконечно. Понимаете? Тут такая же ситуация. Система развития демократии, она всегда подразумевает систему сдержек и противовесов. Оппозиция играет большую роль. Именно вот того противовеса, чтобы власть, условно говоря, карась не должен дремать, щука для этого есть. Вот пример от такой принцип. Владимир, перебью. Как вы относитесь к предложению Дмитрия Осипова, которое он сегодня озвучил? Особенно мне задалась в память его фраза о том, что те муниципальные предприятия, которые приносят прибыль, мы сохраняем, а те муниципальные предприятия, которые находятся в убытке, мы будем либо реорганизовывать, либо ликвидировать. Ну вот, смотрите, об этом мы еще говорили в бытность главу города Господина Быкова, 13-14. Вы тоже были, мы ставили вопросы. Такие предприятия, как муниципальный кристалл, который находится в рынке, конечно же, их нужно приватизировать. Есть важные социальные объекты, при всем их убыточности, например, латунские бани. Вот я для слушателей объясню. Кроме того, что это бани, есть сегодня очень много частных бань, сауны их, наверное, сотни в городе. Есть по федеральным законам, мы обязаны содержать такой эвакуационный, такой определенный мобилизационный фон. В случае каких-то честнадцатых ситуаций мы должны, например, помыть в этих банях людей. То есть, в данном случае, не дай бог, войны, какие-то другие чрезвычайные ситуации, этот фонд мы должны сохранять независимо. Он должен быть. Поэтому, конечно же, это нужно делать. Такие, как социальные монополисты, одновременно обеспечивающие социальный уровень, гор-электросеть, киров-свет, гор-дорму-строй. Затем, вот такое предприятие, оно вроде бы убыточное, АТП, но это обязанность муниципалитета, власти перевозить. И, возможно, там нужно изыскивать средства для дотации, но это должна быть постоянная, грамотная государственная политика. Региональная, муниципальная и все остальное. Поэтому я за этот, за правильный подход, он это тоже понимает. А есть в рынке, например, у нас там есть магазин на Октябрьском проспекте, кто не знает, спорт-товар, он муниципальный, но он всегда прибыльный. Слушайте, такие молодцы, но при всем при этом, ну, они в рынке, понимаете. Наверное, правильный вопрос, условно говоря, продать, и пусть те люди, может быть, попробуют выкупить этот объект, ну, и дальше как бы развивать. То есть это вот такой момент. Государство все равно должно заниматься определенным подходом. Это не напрягает, и это, ну, правильная экономическая политика. Сергей Рудковский, руководитель фракции «Единая Россия» в Кировской городской думе те же самые вопросы, назначение Дмитрия Осипова, как лично вы, как руководитель фракции, как ваша фракция к этому отнеслась. Я знаю, что было единогласное голосование в стенах ваших депутатов-коллег, и все депутаты от «Единой России» поддержали эту кандидатуру. Были ли какие-то дискуссии? Можете нам вынести ссоры из избы и рассказать, кто-то выступал ли против этой кандидатуры? Может быть, какие-то особенности Дмитрия Осипова высказывались на фракции? Ведь информации витает много. Мы хотим нашим радиослушателям, жителям города Кирова, рассказать об этом человеке, что это за человек, что это за управленец, что ждет наш город впереди на ближайшие, как минимум, два года. Поэтому хотелось бы услышать от вас это мнение, как руководителя фракции «Единой России», которая сегодня, собственно, большинством своих депутатов проголосовала «За». Добрый день, уважаемый Алексей, коллеги, радиослушатели. Смотрите, Владимир Вянеевич правильно сказал, сегодня такой момент у нас состоялся, что сегодня первый раз в практике, по крайней мере, на моей видении, что сегодня присутствовал, да, заместитель председателя правительства, да, Александр Анатольевич, вот, ну, там, да, были еще представители правительства, поэтому вот сегодня, да, мы и вопросы задали, как бы, и послушали, значит, Дмитрия Валерьевича. Что касается, значит, прошлого голосования, когда у нас прошло, ну, да, действительно, там, коллеги наши воздержались, да, мы поддержали, да, Дмитрия Валерьевича и в прошлый раз, ну, и точно так же сегодня, да. Ну, вот, смотрите, правильно говорили, что вот за этот период, который там практически три месяца, там, вот мы общались там с ним, мы поработали, мы выезжали, как и наши коллеги точно так же, да, и где-то там по работе смотрели. Значит, результат налицо, честно признаюсь, поэтому вот и сегодня, да, поэтому наша фракция, и мы встречались и с коллегами, и задавали вопросы, и конкретно депутаты задавали, то есть и личные какие-то вопросы, он отвечал на них, да, и, по крайней мере, или говорил, что будет рассмотрено предложение еще какое-то, вот, поэтому на сегодняшний день мы поддержали, да, Дмитрия Валерьевича. Вот, ну, что касается, значит, вот мне понравилась очень, да, его позиция там, то, что он сказал, что, да, кадровые перестановки, они будут впереди, да, ну, и не удивляйтесь, то есть, да, действительно, это было озвучено, поэтому мы также считаем, что нужно пересмотреть, может, какие-то там позиции, вот, ну, и, конечно, его работа впереди, которая, да, у нас, это подготовка, это к юбилею города у нас, вот, а что на сегодняшний день делается, ну, мы тоже это видим налицо, и его, вот этот, значит, опыт большой, да, с дорогами связан, который, то есть, он тоже сегодня дает свои плоды, результаты, и мы это видим, и дороги ремонтируются, конечно, город и 9 мая у нас очень значительно, да, был, значит, и почищен, и убран, то есть, это, да, результат есть, поэтому я говорю, что Дмитрию Валерьевичу, конечно, мы такое дали, и, так скажем, да, небольшой вперед, это... Карт-бланш. Карт-бланш, да, я думаю, что он покажет результаты, да, а мы со своей стороны поддержим, конечно, как депутаты. Сегодня Александр Чурин озвучил такую мысль, что Дмитрий Осипов, это тот человек, который усилит и улучшит, улучшит коммуникацию с региональным правительством, что, вроде как, это креатура регионального правительства, и теперь вопросы будут однозначно решаться быстрее, коммуникация усилится, но хочу сказать, что когда презентовали еще наш пятый созыв в городской думе, презентовали Илью Шульгина, то выражение было точно такое же, что это креатура регионального правительства, что коммуникации сейчас усилятся, но сегодня, оказывается, Александр Чурин подчеркнул, что, видимо, есть проблемы с коммуникацией, и, видимо, были существенные разногласия между городской администрацией и региональным правительством. Так вот, как вы думаете, все-таки существовали какие-то проблемы, и с назначением Дмитрия Осипова действительно ли усилится коммуникация, и все вопросы, которые возникают между городом и областью, будут решаться оперативнее? Вот давайте пример вспомним с этими видеокамерами, камерами фиксации ПДД. Городской бюджет на свои деньги приобрел эти камеры, установил. Была договоренность о том, что 50 на 50 будет пополняться дорожный фонд областной и городской за счет штрафов от этих камер. Но камеры установлены за городской счет, штрафы как тикали в областной дорожный фонд, так они и тикают, и городу ни копейки, по сути, не падает. Вот это один из очень многочисленных вопросов между городом и областью. Вот такие вопросы будут ли решаться оперативно с приходом Дмитрия Осипова? Алексей, смотрите, вот как мы и говорили, да, и то, что Александр Анатольевич присутствовал, он подтвердил этим, да, что действительно сейчас будет у нас, я думаю, и диалог, и будет, конечно, конкретно уже работа по взаимодействию именно, да, там, и города, и с областью. Поэтому, ну, результат, я думаю, не заставит себя ждать, поэтому вот мы посмотрим, конечно. Но вы тоже держите на партийном контроле главу администрации города? Не, ну, как и все, я думаю, наши коллеги точно так же, но мы в любом случае, потому что мы, во-первых, мы консолидировано, да, поддержали его, да, действительно, там, как вы сказали, единогласно, поэтому, конечно, будем работать. Ну, то есть партия в данном случае тоже берет на себя степень ответственности, раз полностью единогласно выступает за? Ну, конечно, конечно. Алексей Вотинцев, руководитель фракции КПРФ Кировской городской думе, выскажет свое мнение о Дмитрии Осипове, о этой ситуации с назначением или с выборами главы администрации города. Как вы относитесь к тем заявлениям, тем предложениям, которые он сегодня озвучил, и ваше видение вообще в целом этого вопроса? Ну, прежде всего, начну с того, что я единственный проголосовал против кандидатуры Осипова, при том, это для меня принципиальный вопрос, сразу же, как я прочитал его биографию, буквально посмотрев, где он работал и что работал, у меня стало понятно, что за человек, откуда уши торчат и что он будет делать. Поэтому, вот вы сказали, много заявлений сделал, да, но судить надо не по словам, а по делам. Только тогда, когда будут конкретные дела, пока дел я ни одного не увидел, только тогда можно оценивать этого человека. Сразу же у меня вопросы, профессионализм человек. Он, во-первых, если положение о назначении главы администрации города явно говорит, что должен быть опыт муниципального и государственного управления, у него опыта никакого нет. Притом, комиссия конкурсная, я первый раз участвовал в работе конкурсной комиссии, конечно, это большой фарс, потому что все разыграно, это большой спектакль. Если, например, когда была Симаков и Осипов, там интрига какая-то сохранилась, просто одни близкие весовые категории, то тут просто уже никаких интриг не сохранилось. Притом взяли единоросса твердого, Мышкина, и, так сказать, человека тоже технического, богачев, который бывший работник администрации. Но их просто размазали, да не хочу, и поэтому тут даже комментировать не хочется. Но самое главное, вот наглость всех членов комиссии, правительственных, потому что ставят без зазрения совести свой человек. Да, он научился говорить, Осипов говорит красиво, но пока за словами ничего не вижу, потому что, ну вот взять тот же пример, который подняли кировчане в конце думы, задавая вопросы по гранитным бордюрам, которые пропадают в городе, заменяются, куда они исчезают, никто ничего не говорит. И глава правительства Кировской области первый раз услышал, да, мы знаем этот вопрос, мы будем над ним работать, но пропадает и не первый год, еще при разных администрациях это было. То же самое, Быков когда был, ну, все мы сейчас скрываем, видим, по Шульгину, вопросы по тому же, например, новогоднему оформлению, когда катки за миллион рублей, их даже не очищали, а сам экспортировал, ездил, это просто деньги ни в куда, это деньги оказались в чужих карманах. Мало того, что Тюменский лед, хотя я задавал и правоохранительные органы, и писал, и запросы, они, вы докажите, что это было в конкурсных, как сказать, условиях, это было, ну ведь завышение, один участник завышения по ценам, которые выше на рынке, чем есть, понимаете, это, а те проекты, которые по транспортной сети, миллионы уходили просто никуда, и это мало того, что вот сейчас последние, когда вскрывали, и Ерохин, когда сказал вещи очень жесткие, по как земельные участки у нас разбазариваются, при этом схемы эти действовали и при Быкове, и это все было сформировано, мы это видим по Парку Победы, понимаете, они не родились откуда-то, они родились вот в этих стенах этой администрации, при том человек на управление приходит, который опыта деятельности, вот администрацию он не руководил, большим количеством людей не руководил, своей команды у него нет, есть только патроны, которые будут требовать и все, для чего он задочен, ну и также говорит о нравственной какой-то составляющей, потому что, чтобы мы не говорили, в современных условиях, прежде всего для любого руководителя, как говорите, хоть не политическая должность, но я считаю, что наоборот, не бывает в государственном муниципальном управлении без политики, кто говорит без политики, это значит сразу заточенные уши и все такое, потому что это чистая воды политика, чистая воды формирования городского хозяйства, тем более государственного подхода, муниципального подхода к управлению имуществом, понимаете, все эти моменты, они явно прослеживаются, и вот я выступаю, например, по тому же Никите Белых, по его стратегии развития, когда он составлялась, на какой период было, это сразу уже изначально было поставлено, это просто филькина грамота, сейчас формируют команду для того, чтобы разработать стратегию города, в рамках, конечно, областной стратегии, но областная стратегия уже никуда не годится, я понимаю, что она такая, как бы писалась в таких условиях, но это просто без вариантов, и сразу говорит, человек, если начинал свою биографию с бармена, куда он дальше пойдет и чем он закончит, я понимаю, что он научился говорить, он юридическое образование получил, даже уголовный кодекс прочитал в 2000 году, как я узнал на конкурсной комиссии, но я думаю, надо в процессе еще самосовершенствоваться, изучать, потому что моменты, вот по тому же трудовым резервам, которые я задал вопрос стадиону, но извините меня, когда компания зашла заточенная, уже при этой власти, когда исполняющий обязанности был глава администрации Осипов, извините меня, нас тут не направили человека, который был, отстоял бы муниципальную точку зрения, какая-то юность вятки на имущество муниципально претендует сейчас, понимаете, это просто верхний профессионализм, и если тут никакие, притом верхние головы должны полететь, если Осипов не сделает никаких решений, это просто бардак, ну и по Кирово-Чепецкому, я говорить распространяться не буду, но повят от Автодору в Кирово-Чепецке что произошло, ну явные уши, и тут просто выводы можно сделать, как такого человека можно утверждать, ну не знаю, другие фракции согласились, значит какая-то более взвешенная позиция, но я считаю, что любой парламент это комитет по управлению делами буржуазии, люди подумайте о народе, не только о буржуазиях делах и своих каких-то там комментариях, люди, городские, кировчане, это главная задача, это главная цель всего управления городом, всего управления всей администрацией. Спасибо за ваше мнение, Алексей Вотинцев, руководитель фракции КПРФ Кировской городской думе, к сожалению, время наше совсем ограничено, мы вынуждены завершить нашу интересную беседу, в студии был Алексей Кузьмин, передача «Дайте слово», и нашими гостями был Владимир Журавлёв, СЦР, Сергей Рудковский, «Единая Россия», Алексей Вотинцев, КПРФ и Татьяна Веселова, ЛДПР. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо. До свидания. Дайте слово.